Салам алейкум. Мухтар Кабович, салам алейкум. Нас хорошо слышно? Да, я вас хорошо слышу. Подтвердите, что нас хорошо слышно. Я слышу вас, да. Нас хорошо слышно? По-моему, интернет все-таки не очень хороший, да? Нет, у нас интернет нормально. Кажется, у вас там во Франции что-то не ладит или что? Нет, у нас четыре палки показывает. Ну да, я думаю, что у меня интернет хороший, на самом деле. Так, вот давайте так сделаем. Так, у нас вот собрались куча партий. Здравствуйте, Мухтар Кабович. Сегодня вот собрались мы в Тяху Минагуляпа. Хотел представить вот куча партия. Мы все приветствуем вас. Поздравляем с сегодняшним днем. Наш брат Мухтар Жайкишев наконец нас встретит. Вот по этому поводу мы собрались и решили с вами сделать прямой эфир. Среди нас вот наш уважаемый человек, Жасара Лага. Вот хотели бы слово передать нашему, как бы, ну, старейшему, да старейшему, уважаемый нашему. Вот Жасара Лага. Вот хотели ему слово передать. Здравствуйте, Жасара Лага. Здравствуйте, Жасара Лага. Бүгін біз өте бір жақсы жағдайда жиналып отырмыз. Да, дұрыс жақсы. Бүгін білесін, біз үлкен бір қасретті басымыздан өткердік. Бұрат Ағадилден айрылып балдық. Соның қайғысы олтеққына Ағадилдің отбасы балашағасы емес бәріміздің қайғымыз, қавырғамызды қайсатып бетті. Соған байланыстар иіне көңіл кейіміз өте төмін ашар болады. Бүгін, иншалла, бір жақсы қуанышты қабар келіп, қуанышты қабар келіп, бәрімізде көңіліміз көтеріліп отыр. Ол қабар сенің жаңдосың мұқтар жәкшіп. 11 жыл отырғаннан кейін құлайға шүкір бүгін бостандыққа шығатын бұл әзірше шыға қойған жоқ, бірақ сонда еш ешім қабылданды. Енді Қүріса, 15 күннен кейін жәкшіптің өзінде жүз-без жолығып көреміз деген үмітіміз бар. Сол үміт орын далғай деп есіп тілеймін. Сонымен қатар кәзіренді бүгін осы жүгіттер көші партиясы басқалар жиналып, сотта болып, сонда отырған, аштық жәрелі отырған және анамынов аштығымыз, құрғақ аштық жәрелі отырған дарған олда құдайға шүкір осап шығатын болып, сонда бір женіс бұл. Сондық жәрелі отырған, аштық жәрелі отырған жәрелі отырған деп есіп тілеймін. Және әлгіндей дұлат ағады жәрелі отырған дайыз ек ті... Да, на своем. Вот сейчас... Извиняйся, Мұхтар Крабулыч, Назарбаев, бандиты, извиняйся. У вас да, вас блокируют явно. Нас слышно? Слышно да, просто прерывалось. Аж слышали то, что я говорил? Я уже в конце почти все услышал и оборвалось. Ага, все, все, секундочку. Ну... Оржерде помехи болуғатыр осындай. Ужас болды. Менің айқандарымды бәрін естедің де мұттап? Естедің, естедің. Естедің де бәрін? Естедің. Да, сонғы сөзді бір-ек мүлтті естеген жоқ. Опять. Опять. Телефон? Нет. Нет. Нет, телефон. Нет. То, ты айтедің? Естедің, естедің. Ястедің. Телефон оғасы. Я не знаю, что я не знаю. Назалы, жағдайын шамалап басу үшін де сол Мұхтар Жәкішевке бостандық беру мүмкін. Демек, Дулат Ағадил, сол ағасының бостандықа шығына көмектесіп бетті уезының қазасы мен деген сонда пікір бар. Сонда яқы, енді Мұхтар Жәкішев, әрине, халық-аралық денгейде үлкен қысын болғандықтан шықты деп есептейм. Дұрыс енді, Американың мемлекеттік департаменті, Европарламент тағы басқа барлығыда Мұхтар Жәкішевтің бостандыққа шығарылуын талап еткенін білеміз бәріміз. Сосы мұна еліміздің ішінде азаматтар, соңын кезде әсіресе өте белсенді Мұхтарға бостандық беруын талап етіп, жеке-жеке акцияларға шығып, плакаттар менен, үндері менен, оларда көмектесі де өзептейм. Сосы мұны осында отырған, жиналы отырған көше партиясы, соңын кезде пайда болған, ол үлкен күшекен өзі кәдір дәрелді бұжатыр. Сосы мұны, әрине осының барлығы жинақталып келгенде, бірте-бірте үздің осындай жетістіктерге, жетіп жатқанымызға көмегі болды деп ойлайымен. Осы жағдай әрі құрай күшейі берсе, Құдай қаласа біз өзіміз алғығы мақсаттарымызға жетеміз деп кесіптейм. Дұрыс рахмет құрекен. Өздерің қалайсындар ұжақта. Бәрі жақсы, жұмыс сәйлімізді. Енді ұжақтағы біздер, ұжақтағы сендер аман болсындар. Құрекен. 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 Жаке, я мінгарсы айтаврин. Айтаврин. Я думаю, что вы правы, что в первую очередь это было давление со стороны, наших активистов. Вот сегодня я многих здесь вижу. И перед эфиром я смотрел сентябрьские, летние, 10 мая 2018 года протесты. И, ну, просто, когда мы в этом живем, кажется, что вот мало. А когда ты начинаешь ленту просматривать, материалы, выясняется совсем масштабное выступление людей было. Тысячи людей выходили. Тысячи. И, конечно же, именно это привело к освобождению Мухтара Джакшева и других. Именно давление со стороны общества. Я могу сказать, что все эти западные структуры, западные страны, они начали реагировать и оказывать сильное давление. В первую очередь, потому что именно само общество активно двигалось. В первую очередь. Поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех активистов. Многие из них сегодня не в этой квартире. Их сотни тысяч по всей стране. Поэтому я, пользуясь случаем, хочу всех поблагодарить и сказать, что мы вот такими действиями показываем, какую страну мы построим. Мы построим страну такую гуманную, чтобы мы реагировали друг на друга, реагировали на проблемы всей страны. Мы действительно построим сильную страну. Потому что вот такие люди, которые думают о каждом из нас, о будущем, только они могут построить сильную страну. Я пользуюсь случаем, я сегодня просто столько эмоционального состояния испытывал, когда смотрел на эти видео. Это просто поразительно. И молодежь, и старшего возраста. Все выходили, требовали протесты. И решение по Джекшу было принято раньше, несколько месяцев назад. Это я точно знаю. Но, конечно же, вы знаете, это такая система, когда один сумасшедший человек рулит страной, он может сегодня так сделать и завтра по-другому. Поэтому мы, конечно же, верили, что он выйдет сегодня, но предполагали, что что угодно может произойти. Поэтому сегодня логическое завершение произошло того, что должно было произойти именно под давлением нашего общества. Что касается вот убийств Дуата Гарилла, я считаю, что мы должны довести до логического конца, найти исполнителя. Главный исполнитель, мы знаем, главный исполнитель, это руководитель этого режима, султан Назарбаев, это мы знаем. Но исполнители сейчас должны быть найдены, все действия, чтобы их наказать, должны быть произведены. И они действительно будут, если мы действительно будем требовать, требовать, объединяться. Я уже верю, что это будет очень скоро, во-первых. Во-вторых, уже видно, неизбежно этот режим пойдет, неизбежно. Год назад нас было еще не так много, два года назад почти не было. Сейчас количество растет и растет и растет, оно будет расти. Мне пишут студенты, они поздравляют и говорят, мы просто боимся выходить на нас, говорят, что исключат из университета, но мы с вами. Это молодежь, которую мы пытаемся сейчас найти, чтобы их было тысячи. Их действительно тысячи. Вот среди вас я вижу очень много молодых. Я вчера сам был молодым, вот как Жаке тоже. Всего лишь там недавно Жаке не был аксакалом. Вот теперь уже аксакалом стал. И я рад, что вот сейчас новая молодая волна, чтобы вы не стали аксакалами, чтобы при вас, при вашей молодости произошла смена режима, и мы вот чтобы не собирались вот так, чтобы мы не говорили, что вот поздравляем, что выпустили политического заключенного, чтобы не встречались в тюрьме, чтобы у нас это никогда не было. Чтобы вы, это молодежь, вот которые там в зале сидят, добились этого. А мы будем помогать. Весье Жаке. Пока никто не решается. Сегодня нас переполняет всех радость. Конечно, мы не можем удержать эти чувства. Мы все смеемся, мы все рады. Но и в то же время мы все каждую секунду, каждую минуту мы помним и знаем, что случилось с Зулатом Акадзилом. И мы будем бороться и добиваться справедливости, потому что мы прекрасно знаем, что это политически мотивированное убийство. Да, правильно. Правильно. Хочу. Здравствуйте. Хочу еще раз поздравить вас и нас с нашей общей победой, что отпустили Мухтара Джакишева. Именно последняя волна за последние два года показали именно активность гражданского общества. Хочу, чтобы в течение ближайших трех-четырех месяцев чтобы вышли все политические заключенные, чтобы в нашей стране больше не было политических заключенных и не было больше статьи экстремистской, как 405-я. Все. Исто семь четвертый. Исто семь четвертый. Исто семь четвертый. Заражигатель национальный. Как это социальный розыск? Да. 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 Тулат Агадиловен аркасында болу отырде войлам, жилой милый. Олix и шаги ешкин мутбайды, ол гумотлайна. Самый враг. Исто семьYes. Семь четвертого года, что он зеленый в Brad office. Тулат Агадиловен аркасында болы? Юлия, да. Меня зовут Казахстан. Мухтар Кабулович, поздравляем вас с сегодняшней победой, что Жакишева освободили. Мы всегда боялись, я лично всегда боялась, что вдруг они убьют Жакишева. Это для нас будет страшный удар, и в это время Дулат погадыл, как промелькнувший метеор. Представляете, он Жакишева освободил, и в то же время поднял наш дух. Мы поверили в себя, потом очень сильно обрадовались за вас. Это ваша победа, я знаю, как вы за него боролись. Поэтому Аллах Казахстан, Олян Казах, и нам дай, дай, все зависит от Аллаха. Я знаю, когда вы были в тюрьме, я все время молилась, выйдет, на что угодно иди, только выживи оттуда, живой вернись. И с этим архангизбар, еще раз повторяю, архангизбар. Сол арт-хылы, хазыр, в основном, дай, отборные, мэны, нажиды отрган, джаядам дарэмес, сеге хослужат. Я волнуюсь всегда, хоть старая, но как-то перед вами, перед вами тушились. Я никого не боюсь, а тут мне какая-то обязанность. Ваши стихи сильные очень, наверное, производят впечатления. Мы везде их читаем. Вам спасибо за вашу энергию, неутомимость, упорство. Благодаря всем вам. Я не могу идти за эту жизнь пока. Сколько лет на вас давит полиция, но вы уже упорно стоите. Поэтому я хотел бы выразить восхищение свое вами. Спасибо. Мы с вами давно уже говоримся с этим режимом. Я уверен, что скоро уже будет конец этого режима. О, дай. Спасибо. Ассал Майкмур, аку developments. Спасибо. Ассал Майкмур. Ассал Майкмур. Мы Сегодня мы приехали в до 15-х годах. Мы приехали в до 15-х годов и начали в шею. Мы приехали в до 15-х годах, Мы уж не садимся, но пока мы находимся на улице и на земле. Но мы никогда не поднимались. Пока ненечко это было в больнице. Мы были в доме, и мы были в доме. Спасибо за просмотр! 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 И я как уйгур против политики китайской фашистской партии. У нас Батыр был такой, он вообще как Успан Батыр, у нас Ганит Батур был, он воевал против Китая. По-моему, против его соратники говорили, очень трудно уйгуров поднять, но если поднимешь их, то очень трудно, тяжело остановить. Так что мы вот сейчас тоже вот поднимемся, да сметем этих стариков отсюда! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Дартаньян похож на Дартаньяна! Я бы хотел вас поблагодарить за наше светлое будущее, за то, что вы нас открыли глаза. Действительно, нам мало кто так не доносил, как вы. Спасибо вам, что вы не опустили руки. Надежда есть! Я не уйду никуда, пока мы себе не помогу нашему народу, нашим гражданинам, гражданам Казахстана, чтобы мы стали действительно гражданским обществом, как мы все мечтаем. Спасибо вам! Да, Гарданьян не отступает! Гарданьян не отступает! Гарданьян не отступает! Один за всех! Кто там еще? Спасибо, давайте! Утар Кабулыч! Саламу алейкум! Хочу от души вас поздравить с сегодняшним нашим праздником. Это общий казахстанский праздник. Я не побоюсь даже того слова, что этот праздник как бы общий казахстанский, общий такой мировой какой-то масштаб этого праздника. Почему? Потому что мы уже не первый год боремся за то, чтобы в нашем Казахстане восторжествовало равноправие, справедливость и как бы не было политзаключенных. Вот поэтому вот эти вот победы, которые потихоньку мы достигаем, вот сегодня такой день Мухтара Жакишу наконец-таки освободили. Мы бесконечно рады этому. Конечно, у нас сердце болит за то, что наш брат погиб, за то, что мы его убили, за то, что вот это вот произошло. И все это вот скоротечность всех этих событий. Мы даже не успеваем отреагировать, как положено, на все эти ситуации. И то, что наш друг Дархан Валиев, который объявил голодовку, он стоял на своем до упора. Мы его просили не делать этого, но он при этом сказал, если я сейчас сойду с голодовки, то завтра у нас всех будут незаконно за одиночные пикеты просто по 15 суток сажать. Поэтому он настоял на своем, и нам ничего не оставалось делать, как бы подключить все свои резервы, все свои мощности, чтобы добиться того, чтобы его сегодня освободили. Но мы достигли своих результатов, мы добились того, чтобы Дархана Валиева тоже отпустили. Вас поздравляю за то, что ваш друг тоже на свободе. Спасибо вам. Спасибо. Вот так вот. Вот потом еще вот сейчас с основных нам пришло сообщение по поводу того, что я вот хотел сейчас пользуюсь случаем, обратиться к людям по поводу, вот как раз Дулата Гадила, то, чтобы адвокат Азанов остался как защитник вот этой всей ситуации и добиться того, чтобы Азанов защищал. Вот просьба такая есть, то, что там сейчас подключается уважаемый адвокат Айголия Амарова и Айголия Амарова. Но при этом, чтобы от нас, от лица гражданских активистов, от лица коще партии, чтобы Азанов тоже присутствовал на этом процессе. Вот такая просьба есть, как бы, чтобы... Да, это правильное обращение, да. Согласен с этим. Спасибо. Потом у меня еще один вопрос есть, Мухтар Хабулыч, можно? Да, да. Три вопроса. Вот, допустим, у нас сейчас много вопросов возникает по поводу того, что, как бы, вот, никому не секрет, да, что вот все люди, которые в данном случае... Не шатай, пожалуйста. Все люди, которые сейчас в этой комнате, мы все, как бы, стояли в первых рядах ДВК. Ни для кого не секрет. И мы это не скрываем, мы это открыто говорим, что мы все вышли из ДВК. Вот поэтому сейчас вот мы образовали, как видите на мне, футболка коще партии. Это движение, которое призвано объединить Казахстан, объединить гражданское общество Казахстана под знаменами коще партии. Наше движение призывает всех казахстанцев объединиться. И вот, и, следовательно, из этого возникает вопрос, что, как бы, вроде мы вчера были ДВК, а сегодня мы коще партии. Вот, поэтому я хотел вам один вопрос задать. Как вы относитесь к тому, что мы были, как бы, с вами, а теперь мы, получается, самостоятельная организация? Организация, где нет лидера, где мы, каждый из нас лидер. Как вы к этому относитесь? Асхат, я делал по этому поводу очень много заявлений и обращений. И я повторюсь еще раз свою позицию. Я лично, и мы вообще, как организация демократический выбор Казахстана, поддерживаем движение коще партии. Поддерживаем, потому что мы идеологически близки, потому что мы говорим, что все перемены в нашей стране можно добиться только на улицах и площадях страны. И я приветствую, что коще партии то же самое говорит. И они специально, вот вы, ребята, создали такое движение коще партии. Поэтому я, конечно, поддерживаю и говорю, алга коще. Алга! Алга! Вы не понимаете, что в будущем мы будем конкурентами, реальными конкурентами ДВК? Я еще раз говорю. Мы действительно конкурентами ДВК. Я сейчас хочу следующее сказать. Когда говорят, кто-то говорит, что мы за то, чтобы было много партий и движений, они лукавят. В этой политической системе не может быть много политических партий, вообще никаких не может быть, потому что они могут быть только провластные. И поэтому мы поддерживаем те движения или партии, которые реально, независимо от власти, реально честные, не ступая в сговор с этой властью и ставят задачу добиться смены режима. Я обычно готов поддержать любую партию, любое движение, которое действительно искренне, которое независимо. А те, которые провластные, мы их не можем поддерживать. И мы не можем поддерживать, чтобы их стало много. Будет 10 нуратанов, нуратан один, с разными вывесками. Зачем это? Коще партия, это народная партия. Я поддерживаю. И пусть будет конкурентами. Я лично считаю, что это очень хорошо будет для страны. Я вот с 18 года ДВК теперь за один месяц к этой партии, да? Мухтар Каблович, если у вас есть вопросы, можете задавать, кому там угодно. Мухтар Каблович, пожалуйста, а? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Правильно, должно быть много лидеров, общество должно быть активным. То есть каждый, если будет лидером, общество будет активным. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это не посчитай, что я вот говорю только о тебе. Как ты, я говорю. Вот ты как образец в этом плане. И чтобы таких вот именно лидеров, на которых бы равнялись другие, было больше. Это тоже нужно. В то же время надо, чтобы вместе с этим, из рядов народа самого, из низов, вырастали новые молодые лидеры. Это все должно идти параллельно, вместе. И тогда у нас вот эта вот сила, она будет умножаться. Мы будем обретать, в общем-то, мощь такую, которая позволит нам повести за собой народ. Потому что наш народ пока еще не вышел из того состояния, когда они хотят видеть перед собой вот таких вот видных фигур. И это мы не можем, в общем-то, иннорировать. Поэтому все это должно идти, в общем-то, в совокупности все. Ну а что касается, вот ты правильно говоришь, в Назарбайском Казахстане совершенно невозможно, чтобы были реально оппозиционные партии, как сегодня вот создают всякие Мамайи, Тургумбаевы или кто еще. Они все, в общем-то, играют на власть для того, чтобы этими псевдопартиями отвлечь народ в другую сторону. Отвлечь именно от улицы. В то время, когда мы сейчас должны, обязаны просто нашу силу умножать именно на улицах, пока мы еще не достигли. Потому что вот эта вот репрессивная машина, в которую Назарбаев превратил государственные органы, все так называемые правоохранительные органы, они стали фактически кривоохранительными. Они против народа. Естественно, они превратились в орудие подавления всяких попыток выйти на улицы. Мы сегодня видим, как в дни акции, назначенных, эта машина, она просто-напросто блокирует все подступы и не позволяет людям выйти на площадь свободно. Вот мы должны это преодолеть, а для этого надо, чтобы было побольше народу на улице. Это аксиома. Именно к этому мы должны идти. Я думаю, что мы к этому придем. Да, Сава. Я хотел бы здесь откомментировать, да, немножко буквально. Жакевиус Луну прав, что мы действительно выходим из советской шинели. Вообще весь западный мир тоже выстроен так, что лидеры все равно будут. На какой-то период. Когда выдвигаются партии, лидер партии есть. Видите, когда идут на выборы президента, тоже есть лидер, который побеждает других лидеров. То есть здесь два мнения, которые сейчас озвучены. Вот Жакей сказал и Асхат, они оба, безусловно, работают. Для того, чтобы у нас были лидеры, не один, не несколько, или даже пусть на какой-то короткий период, пусть будет один лидер и вокруг целая команда. Это все возможно тогда, когда общество активное. Те самые лидеры, о которых говорят Асхат, когда их много. Когда они действительно действуют, не ждут сверху инструкции, команды. Вот Назарбаев как? Вот он там сидит. Без него вообще ничего невозможно. Вокруг собрал людей, которые не могут ничего сделать, всего бояться. Пока инструкцию не получат, не двинутся. Без него двинутся, их посадят. И вот у нас все стоит, вся страна стоит, топчется на месте. Поэтому они давят. Никакой выдумки нет, ни мысли нет. Страна топчется на месте. Поэтому, Жакей, согласен, у нас будет и лидер, и лидеры, как сказал Асхат. Такое активное общество должно быть. Действительно, чтобы политикой все интересовались и знали, что без политики вообще ничего не бывает. Политика первична. Потом все остальное идет. Мухтар Кабулович, хотел еще познакомить с нашим парнем. А Шалкар, он тоже несколько раз с нами был на Лобачевске. Очень известный человек в Казахстане. К нам присоединился. У него есть... Не, не надо, это плохое слово. Шалкар. Продолжение следует... 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 Да, пару комментариев, если скажете, Мухтар Кабулыч. Все собрались? Да, я хотел бы всех поблагодарить за то, что вы такие энергичные, сильные, даете пример. Я думаю, этот эфир для многих тех, кто сейчас еще не принял для себя решение, он будет очень важным. Потому что вы открыто говорите, открыто говорите, что вы хотите сделать. Все здесь такие открытые, свободные виды. Становитесь, туда-туда-туда. Я рад, что мы в конце концов, хоть режим несколько лет давил-давил непрерывно, задавил почти. Я рад, что не смог, что здесь мы все вместе можем собираться, открыто говорить. Очень скоро наступит время, когда мы все вместе можем так же свободно ходить и говорить по всей стране. И это благодаря вот таким, как вы. Сегодня вот вас здесь собралось, может быть, не очень много, но я точно знаю, что нас смотрят тысячи. И очень скоро у нас будет десятки, сотни тысяч. Вот так мы будем. Поэтому я всех вас хотел поблагодарить. Сказать, что благодаря таким, как вы, изменится страна. Аллах, Азахстан. Аллах, Азахстан. Жасар, Азахстан. Спасибо. Спасибо за просмотр! 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 Спасибо! Это моя организация! Немного сомневались буржуазные оппозиции! Сегодня наши лидеры! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо! 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 Спасибо за просмотр! Мухтар! Всем привет! Все ладно! Спасибо! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Как там... Спасибо за просмотр!